Молодёжь и церковь Все предшествующие поколения знали, что она есть. И церковь существует уже две тысячи лет. Но сегодня, это слово «сегодня» приобретает, видимо, особый смысл. Действительно, это так. Есть о чём поговорить именно сегодня, о сегодня. Я помню, когда-то в юности мы зачитывались книжкой «15-летний капитан», и тот, кто её читал, то, вероятно, помнит начало сюжета, такое интригующее начало, которое затем повлекло за собой удивительное, да интересное развитие событий, которое привело к необычайным приключениям. Помните, что там случилось? Под компас этот мошенник, разбойник и негодяй, не знаю кто, сумел подложить, и так, что никто не видел, сумел подложить топор. И стрелка компаса изменилась. Вся команда, всё в порядке, корабль в порядке, всё настроение, всё искусство, всё осталось на месте. Стрелка компаса изменилась. И поплыл корабль. Тот, кто читал, помнит за тем, какие пришлось перенести испытания, страдания, подчас тяжелейшие даже, я бы сказал, события этому кораблю. Почему я об этом говорю? Мы, как мне кажется, и, наверное, большинство из вас убеждены в этом, что сегодня нам очень здорово подложили под компас топор. Очень сильно. По крайней мере, это сделано, не знаю, насколько сознательно, бессознательно. Но факт тот, что стрелку нашего компаса просто берут и сдвинули её, сдвигают совсем в другую какую-то сторону. Совсем не туда, куда, кажется, должна быть ориентирована жизнь человеческая. И прежде всего, на что должна быть ориентирована жизнь с самого начала. Мы же прекрасно понимаем, что лиха беда – начало. Хорошее начало – половина дела. Встать на верный путь – ух, как это много значит! Ошибиться, вы знаете, можно прийти к таким нежелательным последствиям, от которых потом человек проходит некоторые годы, ахает, стонет, что с ним происходит. Говорим, жизнь разбита! Сейчас, кажется, всё кипит, всё интересно, всё смешно, всё в лучах солнца. Буквально проходит совсем недолгое время. И мы смотрим, что с человеком. Ух, как важно, чтобы под компас нашей жизни не был подложен топор! Тот, который поведёт нас совсем не туда. Тысячелетие наша Русь жила православием. Но действительно очень важно – а что это такое? А что это за такой икс? Что это за понятие, которое мы постоянно употребляем, громко говорим, называем, да к нему призываем? А для очень многих это православие так и остаётся иксом – загадкой. Многие понимают под этим, что, ну, храм, вот там в нём богослужение, вот такие-то совершаются обряды, скажу так, совершаются определённые церемонии, некоторые красивые, другие вызывают, может быть, смущение. Ну, разные бывают. Но мы видим только скорлупу. Разве это православие? Да, внешность, конечно, она выражает и некое внутреннее содержание, но далеко не всегда. Могут происходить процессы, когда внешнее остаётся, а внутри гниёт. Посмотрите на дерево. Какое-нибудь роскошное и могучее дерево, которому уже там сто и больше лет. Снаружи оно кажется цветущим. Могучий дуб стоит. Смотрим, а там внутри-то гниль. И может такое случиться, что снаружи всё блестяще, а внутри всё сгнило. И тогда мы знаем, что тогда. Первая же буря словит его. Так вот, что же такое православие? Есть ли это только вот эта внешняя сторона, цветущая, роскошная, подчас прекрасная, ну, по крайней мере, красивая? Или это что-то другое? Я бы сказал, конечно, это то и то, и другое. Но самая страшная опасность, когда мы отождествуем православие только с этой внешней стороной. Вот что оно есть? На что была всегда ориентирована жизнь нашего народа? К чему он призывался? К чему, если хотите, в своей сути он жил? И к чему должен был бы идти? И не поддастся вот этому чуждому воздействию, который меняет стрелку компаса, направление её меняет и ведёт совсем в другую сторону. Перед чем сейчас особенно стоит наш, вот, мир, наш российский мир, и в частности, в частности, стоит наша молодёжь? Перед чем сейчас? Что сейчас является тем особенно серьёзным и важным, что может действительно буквально увести не в ту сторону? Одна из этих тяжелейших опасностей, перед которой мы сейчас стоим, и перед которой стоит, мы говорим, молодёжь. Ну, что такое молодёжь? Помните у Пушкина? Дети всех возрастов от 30 до 2 годов. Так я бы сказал сейчас. Молодёжь от 70 лет, да, и до 30 годов. Вот так. Как будто это, как будто только на молодёжи всё это сказывается. Да на всех это сказывается. Ну, что вы, все мы подчинены. И зависит подчас это даже не от возраста, не столько от возраста, сколько от его действительно внутреннего какого-то состояния, как мы говорим, морального, что ли, состояния его, устойчивости его моральной, идейной, мировоззренческой. Что сейчас особенно агрессивно действует на сознание нашего человека, как я сказал, уже всех возрастов, так? И то, что действительно противостоит православию как таковому, о котором немножечко мы потом, может быть, и попытаемся поговорить, что особенно смещает наши ориентиры и уводит их совсем в совсем другую сторону. На первый взгляд, самые, кажется, безобидные, абсолютно ничего не значащие, которые очень приятны и ничего за собой не грозит. Беда – это беда, которую можно выразить одним небрежным словом – развлекаловка. Вся жизнь превращается в развлекаловку. Всё серьёзное – это в тебе, об этом не надо говорить. Главное что? Развлечения. Посмотрите, какие миллионы и миллионы, в частности, тратятся на развлекаловку. Посмотрите, спортсменам – вы видели, сколько платят? За сколько покупают? За сколько продают? Вы найдите такого какого-нибудь учёного, найдите такого рабочего. Это трудится бедняга по 8 часов, станки гремят, ужас, что творится, пыль столбом, облушает всё – он получает 5-6 тысяч рублей. Здесь для развлечения миллионы, десятки миллионов. В чём дело? Что случилось? Что такое? Разве мы отказываемся от принципа «всё для человека»? Кто ж тогда этот человек? Вся жизнь, вы посмотрите, на что ориентировано – на игру. И это имеет страшные последствия. Я обратил внимание на самый такой, может быть, незначительный момент, там, спорт и рабочий. А вы посмотрите на другую сторону жизни. И сейчас развлекаловка-то чего касается? Касается самой сути человеческого общества. Что является ядром человеческого общества? Семья. Семья. Даже не индивидуум, а семья. Во что превращается сейчас это? Вы посмотрите, какой идёт целенаправленный, если хотите, буквально разложение семьи как таковой. Уже, оказывается, моделей семьи много. Представляете, какие открытия мы делаем в 20-м, в конце 20-го века, в 3-м тысячелетии. Какие открытия-то делаем? Боже мой! То, чем жило человечество, тысячелетия, оказывается, это ошибка. Что это такое? Вам новые модели предлагают. Да какие ещё модели? Вот одна из особ экстравагантных в Западной Германии говорит, знаете, пора уже заключать браки только на 7 лет. Всем, чтобы потом было легко просто разойтись и, пожалуйста, выпить из себя другого партнёра или партнёршу. Неважно. Оказывается, брак, который всегда рассматривался как тот, что является свидетельством единения в любви, и это абсолютно выброшено. Какая любовь! О какой любви вы говорите? Эти старые романы? Чушь какая! Любовь только животная, и всё! Вы скотины! Вот что нам предлагается! Нет любви! Скотские отношения! Вот норма человеческих отношений! И семьи превращаются только в это, и больше ничего! Забыли о той самой главной вещи, которой, если хотите, жило человечество, которая сохраняла наше общество, сохраняла государство, сохраняла жизнь человека, всё, чем жило. Почитайте только старые романы, так они подчас душу захватывают. И все же, по крайней мере, в самых первых начатках жизни знают, что это такое. Какая-то потрясающая красота, ни с чем не сравнимая, за то, за что человек готов жизнь отдать, пойти на любые, я не знаю, казни и что. Любовь! Теперь во что превратилось? Секс! Это жуткое, сатанинское, простите меня, слово! Которое вводят во все, всюду! Это что такое? Развлекаловка! Семьи нет! Есть развлечения! Ну, сейчас понравилось и понравилось, через час-другой – какая разница! Причём, вы что думаете, это идёт только из каких-то атеистических или гуманистических, так называемых, истоков? Прям смешно даже звучит – гуманистических! Да, то есть человечных! Да нет! Вы знаете, что это происходит сейчас? Что происходит на Западе? Я вам сейчас что-то читаю ещё. Подождите, вы видите в кармане? Я достал прибор! Да, и тут у меня лежит талмуд! Это одно! Другое, что – это так называемые, так называемые браки! Однополые! Да какой жути! То, что всегда являлось преступлением, что рассматривалось как извращение человеческого естества, рассматривалось просто как разврат? Да, тут больше ничего не надо! Да, вдруг возводится на пьедестал нормы! И не только нормы! Хе, нормы! Не нормы! Где это нормальные люди устраивают парады и говорят, что «Да здравствует семья человеческая, обычная!» Кому в голову не придёт! Кто это демонстрирует это? А они, напротив, демонстрируют, требуют! Эта же развлекаловка доходит до извращения человеческой природы! Причём это внедряется в сознание, в сознание подрастающего поколения. Извращаются люди с самого буквально детства! Людям и в голову это никогда не приходило подчас, что теперь это пропагандируется! Вы слышите, куда стрелку компаса-то уводят? К чему приводит это? Человеческое общество, человека отнимается, я вам скажу, что самое главное и сокровенное, и чистое, и прекрасное в человеке отнимается то, что является любовью, отнимается счастье, то, что называется счастьем! Отнимается! Потому что по закону духовному, который, к сожалению, не христианский... Нет, неверно! Неправославный мир не знает! Неправославный мир не знает закона! Вы слышите? Закона! Так же, как вот законы материальной жизни, так и существуют законы и духовной жизни, что вот эти постыдные вещи, вещи, связанные с исканием только просто насаждения, ради насаждения, оказывается, что не делаю с человеком! Как хорошо об этом сказал один из подвижников христианских, который, говорит, все эти, так называемые, ненормальные, если хотите, удовольствия, оборачиваются стократными страданиями для человека! У этих людей убивается самое главное, чем может жить человек – они не могут уже любить! Разврат приходит к уничтожению, приводит к уничтожению любви, любви! А когда этого нет в человеке, кто он? Кем он становится? Что за чурка это? Что за ледяшка? Что за камень? Разврат убивает любовь! Более того, он приводит к страданиям! Как жалко, что вот этих вещей, вот эти последствия вот такой жизни, их трудно, может быть, фиксировать, но, по крайней мере, никто не занимается этим! Посмотреть бы, к какому счастью приходят эти люди! Бедные люди, другого слова не назовёшь! Развлекаловка, оказывается, развращает семью, уничтожает её, уничтожает душу самого человека, разлагая таким образом само общество. Само общество превращается в какое-то собрание, знаете, горошин! Вот насыпьте мешок гороха! Все, кажется, горошины соприкасаются одна с другой! Но они нисколько не соединены между ними! Ни одной нет никакого дела до другой! Так и у людей возрастает эгоизм! Возрастает то, что действительно отчуждает, отчуждает человека от человека! Вот эта отчуждённость стала одним, если хотите, из главных терминов самой, я бы сказал, такой уж философии европейской последнего века, экзистенциализма. Отчуждённость, враждебность человека и общества к человеку, человека к обществу! Вы слышите, какие вещи вводятся? Враждебность, отчуждённость, расколотость! Вот эта вот идеология, о которой стоило бы задуматься, об источниках этой идеологии, стоило бы, потому что странно, с чего это пропагандировать? Зачем это? Зачем это нужно? Зачем всякую пакость нам демонстрируют всюду? Издеваются над женщинами прежде всего? Издеваются! Многие ли женщины позволят бы себя вот так показывать, как показывают это по телевидению или в рекламу? Я думаю, ничтожный процент! Но эта издёвка, в конце концов, эту издёвку пытаются внедрить в сознание, опять-таки, молодёжи, где ещё, знаете ли, веточка, её можно повернуть и сюда, и туда, и она будет так и расти. Очень важно сейчас это внедряется с огромной силой. Этому противостоит православие. Противостоит этому. В чём оно заключается? Самый, если хотите, поверхностный слой её или его в чём состоит? В нравственности. Вы слышите? Поверхностный слой, я говорю, совсем не глубинный. В нравственности православие решительно противостоит вот этим вещам. Пока ещё держится, пока ещё держится западное христианство, возьмите эти все протестантские направления, что там творится? Там уже одобряют однополый разврат. Кто? Что? Церкви. Вы слышите? Пожалуйста, поймите. Не человек, не какие-нибудь компании, не какие-нибудь комитеты, а церкви протестантские, а церкви протестантские, не подумают, что православные, протестантские, открыто, целые церемонии устраивают, так называемые священные церемонии. То, что когда-то подобное творилось в языческом мире, которое привело к разложению древний мир и к самоуничтожению этого древнего мира, то теперь вдруг пропагандируется и от имени кого? От имени чего? При этом очень любопытная вещь, какая происходит любопытная и страшная, которая происходит в современном мире. Вы посмотрите, что такое Священное Писание? Кажется, ну, пожалуйста, возьмите, почитайте, вы увидите, что осуждается, что одобряется, к чему призывает человек. Ясно? Ясно? Вы знаете, что происходит? Делаются всё новые и новые переводы английский, французский, итальянский, немецкий, прочие языки. Какие переводы? Я вам иллюстрацию принёс для того, чтобы вы могли понять, что у нас, что в современном мире происходит. есть один текст из послания апостола Павла Коринфяна, где он как раз касается такой очень щекотливой и важной темы, как характер супружеских отношений. Тема-то действительно очень важная. И апостол Павел пишет, в частности, не уклоняйтесь, вот он пишет супругам, не уклоняйтесь друг от друга, разве как по согласию на время для упражнений в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. То есть, всё должно быть умеренно, что-то ради Бога, конечно, что-то надо сделать, но потом опять будьте вместе, чтобы не возникло каких-то нежелательных, так сказать, ощущений. Я вам предложу сейчас один из новых переводов. Перевод. Я советую, это пишет от апостола Павла, от лица апостола Павла. Я советую, чтобы каждый нашёл себе регулярного партнёра. Замечательно, правда? Изумительно! Ну, а если о семье? Муж и жена должны стремиться удовлетворить сексуальные потребности друг друга. Они должны подчиняться друг к другу. Нехорошо отказывать свою партнёру. Изумительный перевод! Не правда ли? Почему нет громких оваций? Я удивляюсь. Что такое? Вы видите, к чему свели? Этот перевод одобрен, с восторгом принят не кем-нибудь, а архиепископом Контерберийским. Это главой англиканского сотружества, англиканских церквей всего сотружества. Говорит, этот перевод очень хорош. Он как раз соответствует современному пониманию отношений. Он очень многим откроет глаза на истину. Какую, интересно? Архиепископ Контерберийский. Контерберийский. Ну, это примерно, как вам сказать, глава всех англиканских церквей. Их порядка около 30, порядка 30 в разных странах мира. И он является, так сказать, почётным, что ли, председателем всех этих церквей. Он выразил своё восхищение и одобрение. Я вам привёл просто один из текстов. Сколько их там? Ой! Вы знаете, что происходит? Вот у нас один текст. Мы можем дать почитать это ребёнку, школьнику, любому другому человеку. Он один текст. Там в школах уже дадут не этот текст, который мы с вами читаем, а вот этот новый перевод. Мы же должны идти вперёд! Что вы? Тот перевод неверный, нехороший, он непонятный, тот перевод. Он не отвечает духу современности. Вручает вот эти переводы. Они касаются как вопросов нравственности, так и вопросов вероучения. К сожалению, эти переводы, которые претендуют на то, чтобы передать смысл, настолько приобретают вольный характер, я мягко выражаюсь, настолько вольный характер, что они буквально перевёртывают всё на свете, утверждают прямые еретические, еретические, то есть антихристианские вещи. И это, теперь подумайте только, вы берёте Новый Завет, открываете и назидаетесь, и назидаете своих детей. Вы слышите, перед чем стоит западное общество? Эти переводы сейчас непрерывно делаются. Они делаются в разных комитетах. Иногда делают какие-то чисто протестантские коллективы, иногда это делают католическо-протестантские. Всё это непрерывно издаётся, распространяется, и это уже преподносится молодёжи в качестве назидания от самого Христа. Слышите? От самого Христа. Вы понимаете, куда мы идём? Кто, какой образ Христа создаётся сейчас? Перед чем же мы стоим? Все думали когда-то, что придёт антихрист, вы знаете, ну, какой-то такой, все увидят, это антихрист, вот он, злодей, который борется против Христа, христианства. Ох, как это наивно! Ну, что вы! Вот он идёт! Искажается образ Христа. Анти – это антихрист. Анти – это не значит против. Против – это как следствие. Анти – значит и вместо слова. Анти – означает вместо. Подделка идёт. Искажение образа идёт. Вот, оказывается, какой Христос-то! А мы-то думали две тысячи лет, как мы заблуждались! Как мы заблуждались, как не понимали! Оказывается, Христос-то что проповедует? Это не только это! Вы, наверное, может быть, слышали, по крайней мере, многие из вас слышали, что появился целый ряд различных богословий. В частности, есть такие богословия, которые вы скажете, что это такое? Богословие смерти Бога, богословие революции, богословие освобождения. Знаете, что это такое? Образ Христа там представляется каким? А чтобы каким... Сейчас я расскажу маленький эпизодик. Я хожу по Третьяковке. Ну, правда, приятно походить. Остановился, помню, перед картиной Крамского «Христос в пустыне». Стою, да. Вдруг подходит группа школьников, старшеклассников с учительницей. Я отошёл немного, мне интересно было послушать. И учительница с жаром объясняет ученикам. Вот, видите, сидит это Иисус. Так, Христос, вы знаете, о чём он думает? На этом камне. Он думает о том, как бы совершить революцию и освободить народ еврейский от римлян. Я хлоптал ладоши. Замечательно! Не выдержал и что-то влез. Я всё-таки начал задавать коварные вопросы. Частичка отделилась и потом стали ходить со мной, отойдя от неё. Ну, конечно, это было ужасно. Да, вот так. Но вы слышите, что происходит? Оказывается, Христос так то. Теперь созданы целые богословия, богословия революции, которые прямо утверждают о том, что главное это любовь к человеку. Правильно? Евангелие говорит, да, и во имя этой любви к человеку мы должны свергнуть ненавистные режимы, уничтожить, уничтожить тоталитарный строй, свергнуть этих буржуа, уничтожить этих властителей мировой экономики, как свергнуть? Любым путём, в том числе и вооружанным. Это кто призывает к этому? Христос какой! Вот это, вы видите, какие вещи поразительные происходят? Оказывается, стоит только подложить топор. вектор меняется и от Христа ничего не остаётся. Вместо Америки прибыли в Индию, помните? Искали её когда? Всё может быть точно наоборот, причём не прямо, если прямо сказать, вот, есть выступающий против Христа, многие отвернутся, скажут, пошёл вон. Нет, идёт подделка, идёт большая скрупулёзная работа, работа идёт. Какая? Показать, что самая основная задача церкви и христианства – это земное благоустроение. Это является самым главным. Если вы посмотрите на специфику западного христианства, то увидите, оно всё поглощено социальной деятельностью, оно всё поглощено так называемым внешним проповедным христианством. забывает о весьма серьёзной вещи, что из пушки, заряженной пухом, вы никого не сразите. Кто проповедники? Что вы проповедуете? Человек не может служить Богу и мамонне. И когда на первый план выдвигаются именно интересы, стремления и цели, исключительно только эти земные, происходит отступление, буквально отступление от самого главного направления, о котором сказал Христос. Мы, конечно, обращали внимание, какова удивительная у него проповедь. Иудея в то время находилась в подчинении Рима. ни Христос, ни апостолы ни разу нигде не призвали к тому, чтобы начать бороться против римского господства. Что это такое? В смелости не отказать. В смелости ни Христу, ни апостолу. Вот уж не отказать. Попробовал кто-нибудь сказать такое, находясь среди иудеев, сказать им, вы змеи по рождению Ехиднины. Попробовал бы кто-нибудь. Недаром брали камни неоднократно побить его. Сказать змеи по рождению Ехиднины. Что вы? Это какое требовалось мужество потрясающее. И вдруг этот человек Иисус нигде никогда ни слова не произнес. Апостолы его ученики более того, не только ничего этого не произнесли, но даже сказали вообще поразительные вещи. Нет власти не от Бога. Поэтому тот, кто противится власти, Божию повелению противится. Что это такое, скажите? Более того, что может быть отвратительнее, мы все это понимаем, рабовладельческого строя? Ну, что отвратительнее может быть, когда раб находится на положении скотины, вещи, с которым можно сделать всё, что угодно. Опять ни слова. В чём дело? Что такое? Что за колоссальная ошибка? Ошибка? Посмотрите на историю революции, и мы увидим, к чему они приводили. Один слой поднимался вверх, заливая кровью другой, и делая его рабами. И так и идёт. Рабы господами, господа рабами непрерывно. Посмотрите, что сделали в революции 1917 года. Десятки миллионов уничтоженных, и всё шло под флагом каким? Каким? Создать рай у нас в России. создали рай, залитый кровью и страданиями, невероятными причём страданиями, садистскими ужасами, которые совершались во имя, кажется, чего? Справедливости. Христианство почему-то об этом ничего не говорило. В чём причина? В чём причина? Сейчас это для нас вопрос очень важный, учтите, потому что вот это вот социальное истолкование христианства набирает всё большую мощность, всё большее внимания мы обращаем на эту проблематику, и чем обращаем внимание на одно, мы естественно, вы слышите, мы естественно меньше внимания обращаем на другое. Права человека, свободы человека, только этим, только, кажется, этим и живём. Забыли христианский тезис, поразительный, я бы сказал, уже для многих. В чём он состоит? Бороться за права есть дело правды, пожертвовать ими есть дело любви. Ох, как интересно! Как это пожертвовать своей свободой? Я должен? Я? Во что эти тогда изверги превратятся? Забыли. Забыли то, что составляет сущность, если хотите, православие, сущность христианской религии, сущность христианского мировоззрения. Опять, всё это мало, что-то не то. Надо сказать сильнее. Сущность нашего миропорядка, самые сути бытия нашего. В чём, какова эта сущность, которая открыла только христианство, открыла православие? В чём оно состоит? В чём состоит Бог? Это не есть существо, которое где-то на какой-то планете находится. Что это за сказки? Нет. Он не что-то другое по отношению ко мне? Нет. Он не я. Нет. Кто же Он? Кто же Он? И не я, и не вне меня. Кто же тогда Он? Один из святых очень точно выразил, выразил вот эту мысль о том, кто же есть Бог? Стоит обратить на это внимание. Он сказал так. Бог есть и называется природой всего существующего. И всё существует лишь постольку, поскольку причастны Ему. Бог природа всего существующего. Но какая природа? Какая природа? Безлига и сила? Магия. Божества? Язычество. Бог, который делает всё, что хочет? Нет. Кто же Он? Кто же Он? И вдруг мы находим нечто, чего не знал мир. Все те, кто изучал когда-либо историю религии, если не изучали, то сейчас можете услышать, по крайней мере, мы не придаём даже значения, какой колоссальный переворот совершился 2000 лет тому назад. Всё человечество было верующим. Надо же это понять. Всё человечество не найдено даже в советское время, в 20-м, 19-м, 18-м веке искали изо всех сил в Африке, в Австралии, Новой Зеландии, Индонезии, на Соломоновых островах, в Африке искали, где оно, атеистическое племя. Ни одного не нашли. Ни одного не нашли. Всюду верили в Бога, в Богов. У Плутарха есть, знаете, какие замечательные высказания? Обойдите все города и селения. Вы найдёте там, найдёте города без ограждений, ну, то есть, без городов, живущих, без монет, без какой-то, без литературы. Но вы нигде не найдёте ни одного племени, где бы ни возносились молитвы к Богу или к Богам. Не найдено ни одного племени. И кто же этот Бог? Вы обратитесь, хотя бы почитайте Ветхий Завет Библии, вы увидите, кто этот Бог. Ему надо приносить жертвы. Да ещё какие! Представьте, заколали. Что такое заколали? Это приводили овец, волов там, я не знаю, козлов, кого там, представляете? Кровь лилась! В празднике жертвоприношений чуть не до колен кровь лилась! Что происходило? Умилостивляли Бога за грехи. Думали, что этим можно умилостивить Бога, что Он простил грехи наши. И не только простил, но и дал ещё кое-что, чего-нибудь ещё дал, правда же? Я тебе барашка, а ты мне глядишь бычка. Идея-то какая? Язычники что делали? Малох – раскалённое чудовище, пасть! Подходили женщины, бросали ребёнка в пасть Малоху ради получения благоволения только от него. Бог всё мог, вы слышите? Он всё, что хотел, то и делал. Вот кто такой Бог! Самые большие до чего доходили? Это ветхозаветное понимание Бога. Он справедлив. Он справедливый судья. Он милостивый, но справедливый. Он может наказать одного, наградить другого судья. Я к чему это всё говорю? Чтобы мы поняли, какой совершенно потрясающий, потрясающий переворот совершило христианство. Иисус, о котором говорили, он же нигде не учился. Откуда он это знает? Помните, в Евангелии кто читал? Апостолы, кто не такие, их так и назвали некнижные люди, то есть малообразованные. И вдруг они со всей силой, которая только есть у них, вплоть до претерпения казни и смерти проповедует одно и то же с полной настойчивостью. Бог есть любовь. Вот это да! Это как же такое? Любовь? Не справедливость, а любовь? Не правда, а любовь? Вы подумайте только, это что такое? Откуда это взяли? Первое, на что обращаю внимание, неоткуда было взять. Я уже показал, неоткуда было взять. Если хотите, один только вот этот факт, на самом деле их много, целый ряд затем, когда мы коснемся христианских истин, целый ряд об одном и том же говорят. Природа этих истин, этих истин неземная, не было нигде их, этих истин. И вдруг эти люди, малообразованные, эти потрясающие истины возвещают миру. Теперь мы понимаем, какую удивительную вещь принесло христианство. Тот Бог, который есть и называется природой всего существующего, этот закон, то есть основной закон бытия есть любовь. Вот, оказывается, самый фундаментальный закон нашего бытия. Человек, ты хочешь быть счастливым? Говорит христианство. Не желай никому зла, не делай никакого зла, не нарушай те нормы жизни, которые исходят из этой любви. Если ты хочешь иметь счастье, то, что христианство называет страстью, слово страсть, страдание, ты причиняешь себе. Всё, что христианство называет мерзостью, ты причиняешь зло себе. Ибо основным законом нашего бытия, основным, фундаментальным, который нельзя нарушать, так же, как нельзя нарушать никакой другой закон. Мы по физике проходим законы. Они неизыблемы, никуда мы не денемся. И нарушение их принесет нам что? Зло, страдание, смерть. Вот, оказывается, какой закон. Православие утверждает закон любви, ибо Бог есть любовь, Он есть природа всего существующего. Вот оно верное направление стрелки компаса. православие решительно утверждает вот оно верное направление, вот где благо твое человек, и вот где есть твой ад. Мы теперь понимаем, что подложили под компас то, когда нас направляют наше сознание, наше воспитание, пытаются увлечь нашу молодежь, а молодежь, я уже сказал, от ста лет и ниже, пытаются увлечь всё, куда? Уйти от этого закона, нарушить этот закон, вопреки ему жить. Результат страдания. Причём, я хочу сказать, что не подумайте, что страдания только, только вот те внешние, которые мы переживаем. Нет, нет, по закону бытия, которым является Бог, духовные и материальные связаны вот так, как душа с телом. Видите, у здорового человека абсолютно стопроцентно здорового, так? А вдруг у него случилось несчастье какого рода? Любовь разбитая. Он совершенно здоровый, а он весь страдает. Да что с тебя страдает? Ты же здоровый, радуйся, веселись! А он страдает. Вы слышите, как связан душа с телом? Одним из фундаментальных принципов христианства, даже я бы сказал, религии, в чём заключается? Дух первичен. Дух, духовное начало первично, оно определяет все формы нашей жизни, наши идеи, наше поведение. Если хотите, наши планы всю нашу жизнь определяет в конечном счёте наше душевное, духовное состояние. Как важно здесь ориентироваться на христианские принципы жизни. Сейчас, как никогда может быть, молодёжь оказывается перед лицом вот этой проблемы. Чему следовать? мыльным пузырям, которые нам непрерывно сыпятся на нашу голову и сверкают всеми, всеми цветами радуги, и которые лопаются один за другим, как это мы видим? Или действительно всё-таки обратиться и понять, что такое православие? Обратиться к православному пониманию, к православному мировоззрению. Вы знаете, какое благо даёт православие? что оно есть, что оно даёт человеку? Часто приходится вот так обратиться и сказать, представьте себе, что вот здесь сейчас в зале сидят представители всех религий мира и задаю вопрос, кто спасётся, кто будет в раю, кто? И начинаю опрашивать одного за другим. Тысячу человек опросил. Остался один. Тысячу человек ответили. Кто спасётся? Разве не ясно? Тот, кто исполнит заповеди Бога. Разве вам не ясно? Что вы, профессор, не понимаете? С ума сошли? И вдруг встаёт один, последний и говорит, нет. Я говорю, простите, как вас звать? Вы против всех? Меня звать Иисус? Иисус? Это какой? Христос, что ли? Да. И что же вы скажете? Он говорит, нет, спасётся не тот, кто будет исполнять все заповеди Бога. Вы слышите, какую еретическую вещь-то? Послушайте только. Но, слушайте, у вас помидоров гнилых нет и топлых яиц? спасётся спасётся не тот, а спасётся знаете, кто? Он говорит, это не я, не я. А спасётся тот, кто увидит, что он совсем не тот, кем он должен быть, увидит это перед лицом своей совести и заповедей Бога. тот, кто увидит, что он совсем не тот и от всей души раскается в этом. Я говорю, как? Неужели? Крова Евангелия. Первый в рай вошёл кто, который, наверное, ни одного доброго дела не сделал за свою жизнь. Кровью напитана вся его жизнь. Преступник. разбойник. Сам сознался, достойно и мы по делам нашим получили. Это он-то на кресте это говорит. Раскаялся в последний даже момент и услышал «Сегодня же будешь со мной в раю». Кого Христос поставил, поставил примером. Вспомните! Вот только что была притча в прошлом воскресенье мытарь и фарисей пошёл приём фарисей, который перечислял всё исполнил. Слышите? Все заповеди исполнил. Всё сделал. Господи, давай! Давай-ка! Где твоё царство? И мытарь, который только бил в грудь, и, Господи, прости меня, я знаю, кто я. Тварь, а не человек. Суд он вышел оправданным. Даже женщины, взятые при любви, они, помните, когда привели на суд. Рабви, скажи, что с ней сделать? А он молчит, пишет пальцем на земле и всё. Опять пристают, хотя против него дельца устраить. Наконец, он поднял голову и сказал, ну, кто из вас без греха? Пусть первый бросит в неё камень. Совесть всё-таки ещё была. Один за другим разошлись. Тогда Христос поднял голову и сказал, женщина, где твои обвинители? Никто тебя не обвинил? Она говорит, нет. И я тебя не осуждаю, но иди и впредь не греши. Помните, женщина, которая омыла ноги его слезами, отёрла волосами своими? Посмотрите, сколько примеров в Евангелии! Это паразитная вещь! Кто, оказывается, спасётся? Не тот, кто горд своей праведностью. Нет, нет! А тот увидел, что он никто перед лицом Божьим, перед лицом совести. Вот кто спасётся! Сейчас это в высшей степени важно! Сколько мы сейчас находим лжеправедников! Вы слышите? Сколько мы находим этих лжестарцев! Чем увлекаемся мы и губим и себя, и их! Истина в чём состоит? Помните, Христос Евангелие сколько творил чудес! Тот, кто читал, помнит! Как Христос очень часто говорит, никому не рассказывает! Никому не говорите! Воскрешает дочь Иаира! Никому не рассказывайте! Всякая добродетель глубоко, целомудренно прячет себя, скрывает себя, напротив страсти выпячивают себя! Человек угодия, тщеславия, гордыня, желание прослыть праведникам и так далее! Какая беда, которая происходит сейчас на наших глазах! Одна из огромнейших опасностей нашего времени – это лже-старцы! Почему опасность? Потому что они увлекают народ чем? Исканием чудес! Вы посмотрите, что ищет народ-то! Прозорливость! Он мне сказал, как меня звать? Он назвал мне мои грехи! Ищем чудес и прозорливости! Кто ищет спасения? Мы ищем исцеление от разных болезней, устроить свою личную жизнь! Никто не ищет, как не избавиться от тщеславия, от зависти, от лицемерия! Вы слышите? И эти лжестарцы, к сожалению, удовлетворяют похоть вот этой языческой похоти людей! И творят лже чудеса, лже прозрения и так далее! Вы знаете, большая, огромная опасность это в наше время! Тем более, что их, простите меня, употреблю слово, разводится всё больше и больше! Неуемное тщеславие ищет, жаждет, жаждет! Где бы ещё бы кто-то меня прославил! Учтите, что истинные праведники скрываются от людей, не показывают себя, бегут от славы человеческой, бегут! Как огня боятся этого! Поэтому истинный, истинный, пастырь, я вам скажу, истинный духовник никогда не скажет, я тебя благословляю, переезжай оттуда-туда, покупай корову, а не овцу, женись вот на той, а не на этой! Никогда этого не скажет! Даже в этих вопросах он скажет, я думаю, что может быть вот так, но ты сам подумай! Святые отцы по этому вопросу говорят вот так! Но, может, это было его время, надо подумать! Я думаю, вот так, но обратись ещё! Один из признаков лжестарчества, пожалуйста, имейте в виду, это приказы, то есть благословения! Это неважно, каким словом назвать! Благословляет! И всё! Сколько трагедий сейчас! Сколько приходится слышать! Сколько трагедий! Семейных, личных, даже бытовых, материальных! Ищут, ищут чего? Как язычники в древности мы ищем чего? Чудес и предсказаний! Какая беда! Если вот наш народ пойдёт по этому пути, то я думаю, что не сдобровать нашему православию! Ещё раз повторяю, православие призывает человека к чистоте жизни, к чистоте совести, а не к тому, чтобы не перепутать, что болит, печёнка или селезёнка, и как избавиться от этого! Вот к чему призывает православие! Очень важно особенно, чтобы не увлеклась сегодня подрастающей, так сказать, вот это поколение! Не вздумали и не подумали, что суть христианства заключается вот в этих чудотворениях! Один из великих преподобных, Хосян Римлянин, пишет, что люди, часто люди, развращённые умом и отрекшиеся своей жизнью от Бога, вы слышите? Своей жизнью отрекшей творят великие знамени и чудеса! Вы слышите, как предупреждает? Вы думаете, Он сказал что-нибудь нового? Сам Христос сказал, что в последние времена явятся лжехристы, лжепророки, которые, послушайте дальше, совершат великие знамени и чудеса, чтобы, если возможно, прельстить, прельстить и избранных, то есть христиан. Это одна из огромных опасностей, которая сейчас стоит перед нашим народом и перед, может быть, молодёжью прежде всего. Опасно подменить христианство, которое призывает к тому, чтобы человек стал хоть немножко человеком, чтобы душу свою очистить, чтобы увидеть, что я совсем не тот, кем я должен быть, покаяться перед Богом, обратиться к Нему и таким образом очиститься. Православие к чему призывает? Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный, совершен есть! Представляете, к какому величию зовёт оно, а не к тому, чтобы мы стали прозорливцами, пророками, старцами и я не знаю кем. Осторожно надо быть в наше время. Сегодня это одна из огромнейших опасностей, стоящих перед верующими нашей Церкви. Вопрос следующий. Духовник благословил меня ходить на каждую службу утром и вечером, но мне очень сложно это выполнить, так как у меня много обязанностей по дому и по учёбе. Однако духовник продолжает наставить. Как быть в таком случае? А он сам, интересно, ходит на каждую службу или нет? Это первое, конечно. Как быть в таком случае? Если есть время, я расскажу маленький эпизодик из Потерека. К Антонию Великому пришли три старца, глубоко уважаемых все. И вопрос был таком, что является главным главным в иноческом делании. Один сказал пост и все закивали головами. Да, конечно, без поста невозможно. Другой сказал послушание. Все говорят, ах, верно, верно. Третий сказал молитва. Все, ну как же без неё? А Антоний молчит. Антоний, а ты что скажешь? Антоний ответил. И постом можно убить себя, и молитвой без меры можно попасть вместо неба в преисподнюю, и послушание может привести к рабству человеку, а не Богу. Превыше всего рассуждение, рассудительность, основанное на чём? На Священном Писании и творении святых отцов. Так вот, и в данном случае в отношении хождения на каждую службу это возможно в монастырях. И вот там как раз монахи к этому стремятся, и для того создано условие. В нашей же мирской жизни это абсолютно немыслимо. И поэтому такое рассуждение просто может только удивлять, просто поражать, вызывать недоумение, потому что недаром святые отцы сказали «всё без меры от дьявола». Вы слышите, какие резкие слова? В данном случае что-то меры не наблюдается. Тем более, что видите, как пишут, говорят, что мне же надо на занятия, или там надо на работу, и вдруг при этом ещё каждую службу. Чем кончаются такие вещи известно. Или человек вообще всё бросает, и потом бросается во все тяжкое, или перестаёт вообще верить в Бога. Всё без меры от дьявола. Следующий вопрос такой. Добрый вечер. Священника оказывается меня причащать на том основании, что я исповедовалась не у него, а у другого священника на этом же приходе. И как мне быть в таком случае? Ну, это, конечно, надо знать, какого характера отношения, почему он отказывает. Я не могу даже понять. Вот случай на глазах произошёл. Мимо лавры, вдоль стены идёт священник, какой-то иеромонах, и с ним стайка женщин. И он отчитывает одну женщину. Как ты посмела взять благословение у того-то иеромонаха? Она перед ним изменяет. Батюшка, ну, как же, я уследствовать тебя не могла? Только у меня можно брать благословение. Наверное, здесь тот же самый случай, странный и непонятный. Видимо, это происходит скорее всего, наверное, боюсь, от самомнения священника. Он считает, что если кто-то у него исповедовался раз, два, три, следовательно, обязан уже исповедоваться и в последующее время. Мне рассказывал один рабочий в одном монастыре, что говорит, я раз пришел, второй раз, уже начинаются приказы, говорит, ты должен делать то, то и то. Говорит, батюшка, так я же вас духовником не избирал. Ты мне исповедовался? Все. То есть, ты уже мой раб. Помните на тайной вечере, что Христос сказал апостолам, не называю вас рабами, а называю вас друзьями. Как мы ведем себя по отношению к друзьям? Приказываем? Это найдите-ка мне. Какому другу я могу приказать? Я могу просить, могу предлагать, могу советовать, но приказывать, требовать? Это откуда же мы взяли? Это от какого Христа? Это не от того или иного? который грядет. Поэтому это выглядит, конечно, очень странно, очень странно, но не знаю, тут могут быть нюансы такого порядка, что я не знаю, каков характер между ними. Что она, может быть, это прихожанка, или кто-то сказал, вы мой духовник, и я только у вас, может быть. Скажите, ну, коль ты так, тогда изволь у меня. Может быть, и так произошло, но, скорее всего, боюсь, что здесь какое-то искажение отношений между священником и прихожанкой. Следующий вопрос такой. Здравствуйте! На одном приходе в Сеночное идёт два с половиной часа, а на другом – четыре. Мне непонятно, почему такая разница во времени и в какой храм было бы правильнее ходить. там скажу, что некоторые священнослужители очень увлекаются, может быть, монастырской службой, которая действительно идёт, может быть, четыре и больше часов, так? И забывают о том, что к нему-то приходят не монахи и не монахини, которые живут в монастыре, а миряне, которые целый день работают. И, следовательно, здесь нужно соотносить время богослужения с силами и обстоятельствами. Это вот первое, что надо сказать. Если же всё-таки по каким-либо причинам нравится здесь служба, например, знаете, может, как нравится? Хорошее пение. Хорошее пение, спокойное, умиротворяющее, то есть, настоящее церковное пение. А в другом храме, где два часа, там, может быть, так горланят, такая, может быть, солдатщина или такие разводят пьесы, спектакли, что это не богослужение, а какое-то мероприятие. Так? И, может быть, действительно, мне нравится именно там, где четыре часа. Спокойной совестью можете постоять два часа и пойти домой. Богослужение – это что такое? Что такое богослужение? Это вот то внешнее, то внешнее, внешнее обстоятельство, внешние условия, которые создаются церковью для богослужения человека. Служить Богу может человек, за него никто не может служить. Я могу служить Богу чем? Молитвой, благотворением, добрым делом, неосуждением. В данном случае речь вот о молитве. Богослужение – это молитва человека к Богу. А всё это, что совершается, это есть только определённые внешние, кстати, прекрасные условия, которые создала церковь, для того, чтобы помочь каждому человеку, приходящему в храм, совершать богослужение, служение Богу. Поэтому, если это не устраивает, например, такое длительное, конечно, кто же вам мешает? Пожалуйста, постойте два часа и идите с Богом. Помолились? Слава Богу! Вот так. Поэтому я не могу сказать, что в какой храм лучше ходить. Нужно ходить лучше в тот, где это больше располагает, к молитве. Слышите? К молитве. А длительность? Ну, батюшка, может быть, увлёкся и ввёл монастырскую службу у себя. Ну и пусть помолится, слава Богу! Вот так. А я буду столько, сколько я могу, сколько позволяют мои обстоятельства. Вот и всё. Следующий вопрос такой. Духовник благословляет рожать дома и настаивает на том, рожать, рожать, рожать дома детей. А, рожать дома. И настаивает на том, чтобы делать эти прививки. Что делать в какой ситуации? Отвечаю. Никакого права не имеет это делать духовник. Задача духовника касается духовных вопросов жизни. А какие уколы, прививки, таблетки, да, где рожать, это не его дело. Представьте, духовник говорит, вот я там мастер на заводе, я говорю, батюш, какую мне гайку делал, шестигранную или восьмигранную? Да? Если духовник мне начнёт говорить, нет, нет, только восьми, то шести, это знаете ли? Мне всё будет ясно, каков этот духовник. Если он в шестигранной гайке уже увидит шестёрки. Это не его дело. Он не имеет права здесь благословлять. Он может высказать своё мнение, что мне кажется, вот потому-то, но это решаете вы и по совету с теми людьми, которые действительно знают это и могут дать совет действительно правильный, разумный. Это не дело духовника. И беда, когда духовники, так называемые, берутся за это. Знаете, у дедушки Крылова беда, коль пироги начнёт печи сапожник, а сапоги точать пирожник. Вот так. Следующий вопрос. Церковь сейчас признаёт браки заключённые в ЗАГСе. Тогда не венчанные пары, но только расписанные, живут не в блуде? Ну, это вот странно, откуда такое непонимание? Причём тут ЗАГС? А до этого, а до ЗАГСа, что же? Все жили в блуде, да? Никаких ЗАГСов не было. Всё человечество жило изначало. Вот я не знаю, Адам и Ему, кто венчал, вы не знаете? Или в каком ЗАГСе они расписывались? Вот до сих пор, пока что-то историческая наука, что-то не дала никаких результатов. Ну, что вы! Браком является то, что заключается как брак. как заключается в Африке, в Индии, в Латинской Америке, в России, в Америке, неважно где, когда вступают в брак. Могут вступить в брак, а могут, знаете ли, безбрачную жизнь вести, то есть безбрачную в каком смысле? Внебрачную. То есть заниматься блудом. Совсем разные вещи, формы вступления в брак, очень различны у всех народов. И это всегда брак. А вот христианство, что дало? А христианство нам дало нечто великое и важное. Установило таинство брака, то есть вспомоществующие средства, благодатные вспомоществующие средства в браке. У нас традиция такая, чтобы совершить венчание прямо перед вступлением в брачную жизнь. Хорошее дело, но и те, которые уже, может быть, уже находятся в браке, они могут, опять-таки, получить это вспомоществующее, благодатные средства. И надо, если эти люди действительно верующие. Но брак – всегда есть брак. И никакого там нет. Нет греха. Грех для христиан только в чём может состоять? В их небрежности, что ли, или маловерии к тому, что они не принимают таинство брака. Это маловерие. Слышите? Совсем другой грех. А вовсе не то, что они живут в блуде. Это Адам и даже всё человечество от самого начала. Начиная от Адама, прям сразу. Прямо их Адама и Еуза, первых греховодников, сразу же должны считать. Вот так. Так что, если сейчас у нас норма установлена такая, почему в ЗАГСе? Почему установлена? Потому что, к сожалению, вы знаете, наша жизнь, какова наша действительность. Что подчас приходят, они не зарегистрировались, ничего, ещё сами раз обвенчайте нас, через час они разошлись. А ЗАГС – это хоть некая скрепа всё-таки. Это некая скрепа, которая подтверждает, что они действительно вступили в брак. Вы слышите? Это наше время. Вступили. И тогда действительно священник может уже совершить над ними спокойной совестью и таинство брака. Но могут быть исключения, когда регистрироваться не могут по каким-то причинам. Вы знаете, ну, бывают квартирные там, всякие вещи. Могут быть такое? Может быть. Священник должен это внимательно рассмотреть. Если он найдёт, что эти причины уважить, он может тогда обвенчать. Если найдёт – уважительным. Но если не найдёт, то, что ж, надо подождать. Скажите, пожалуйста, если человек крещённый, верует, живёт по заповедям, но в храм не ходит, может он спасти свою душу? Спасибо, Господи. Ну, вот я только сейчас сказал, что такое спасение. Поэтому мы можем говорить о том, где, при каком условии, что ли, это спасение наиболее доступно для человека. Поэтому нужно говорить о значении храма. Слушайте, мы же все живём в суете непрерывной, где мы можем найти хоть немножко, знаете, минуты спокойствия. Храм ведь, чем он хорош? Что здесь мы приходим, где идёт богослужение, где непрерывно напоминается имя Божье, где постоянно поётся «Господи помилуй» и так далее. Храм – это место, вспомоществующее нам. Неужели мы не воспользуемся этим? Поэтому храм действительно – это огромная помощь. Здесь и песнопение, и чтение Слово Божие, и проповедь, вся атмосфера помогает человеку помолиться. А многие ли дома смогут помолиться? Я думаю, что очень немногие. И причём побыть в такое время, какое они могут побыть в храме. Не надо ссылаться на тех пустынников и отшельников, которые уходили в пустыни. О, если бы мы могли молиться! Если бы мы могли дома молиться так, как молились они! Поэтому надо соотносить свои возможности, свои слабые силы с тем, что мы имеем. Храм – великое благо! Я могу отрешиться от всего, прийти хоть там, побыть немножко самим собою, своей совестью и с Богом. Вот в чём суть. А кто спасётся, скорее, я не знаю. – Отлично, вот как раз такое. Можно ли православному человеку общаться с людьми других вер, не неверующими атеистами? – Ну, об этом пишет апостол Павел. Что же тут вопрос-то? Надо же читать Священное Писание. Он говорит, если тот, кто называется твоим братом, то есть во Христе, христианином, но ведёт образ жизни и перечисляет там всякие грехи, так? то с ним, говорит, лучше и за стол не садиться. А дальше прибавляет, впрочем, это относится только к своим собратьям, но не вообще ко всем людям, ибо иначе нам тогда пришлось бы выйти из мира. – То есть в силу обстоятельств нашей жизни, мы, конечно, будем общаться со всеми. И потом, кто знает, где же, может быть, и общение с ними, может быть, они, увидя наше доброе житие, слышите? Можете, увидя, и сами станут даже христианами. Конечно, если он увидит, что мы, называясь христианами, превосходим их в их мерзостях, ну, тогда можно себе представить, что это будет. Тогда лучше не общаться. Только при этом условии не стоит общаться с людьми других вер и атеистами. Когда мы такие уже разбойники, что уже как земля только нас держит, вот тогда не стоит. При этом условии не стоит. Следующий вопрос такой. Алексей Ильич, насколько я знаю, католическая церковь не подвергалась такому нравственному разложению, как протестанты, и всё же призывает к сохранению христианских ценностей. Прокомментируйте, пожалуйста, нынешнюю позицию католиков. Ну, это неверное совершенно утверждение, потому что и реформация произошла в 16-м столетии по той простой причине, что именно внутреннее разложение католической церкви стало настолько сильным, что уже протесты начались со всех буквально сторон. Это произошло как в плане вероучительном, так и в плане моральном. Тот, кто знакомит с историей, те знают, возьмите хотя бы 10-й век, его сами католические историки называют тёмным веком. И раз Мортердамский, католик, который полемизировал с Лютером, писал в своё время, что, наверное, нет таких мерзостей, таких мерзостей, которыми не сотворили католики. Это он пишет о своих собратьях, так пишет, что, в общем, в самых резких выражениях он пишет о той моральной ситуации, которая творилась. Если вы почитайте немножко, хотя бы тот же 15-16 век, не говорю раньше, что делали эти князья-католики? Будучи он и князь, он и епископ. Какие войны, завоевания это творили? Столько крови! Ведь именно, видя всё это, и возникла идея очищения церкви. Увы! Эта идея очищения церкви, с которой выступил протестантизм, к сожалению, очень быстро захлебнулась, и сами протестанты пошли по тому же самому пути. Так что нравственное состояние внутри католической церкви, как раз оно было очень тяжелым, и это обусловило возникновение реформационных процессов. Дорогой Алексей Ильич, что Вы можете сказать о творчестве Вердяева, и как Вы можете прокомментировать его высказывание, что представители ортодоксии и авторитета, в сущности, никакого авторитета для себя не признают. Они себя считают авторитетом и обличают в ересе к нейтрополитов и епископов. Для себя они признают большую свободу и отрицают её лишь для других. Заранее благодарю Вас за это. Вы знаете, что странно, но Запад рассматривает Вердяева чуть ли не как представителя и выразителя православия, и в частности, русского православия. На самом деле, конечно, это совсем не так. Вердяев православие очень мало понимал. Очень мало. Он был очень далёк от православия. Кто читал Ивана Александровича Ильина, то может убедиться в его точке зрения, в его оценке самой философии Вердяева и самого даже, и самой личности Вердяева. Я помню, как-то однажды взял его книгу «Самопознание», да. Начал читать, половину прочитал, больше я не смог. Это непрерывное самовосхваление. Это такая гордость, Господи! Просто диву даёшься! Ну, кажется, взрослый человек и должен бы хоть немножечко так спрятать бы хотя бы, хотя бы фиговым листочком-то покрыть. Это всюду. Он, видите ли, правозвестник свободы. Никто до него никогда не говорил о свободе. Свобода выше бытия! Это пишет православный мыслитель. Свобода выше бытия! Так бытие – это кто? Бог! И он пишет не о бытии человека, а о бытии самом по себе. Как он относился к святым отцам, с какой издёвкой он писал об этом афонском, кстати, исихазме. Это просто человек, который, значит, ничего не понимал в духовной жизни абсолютно. Так что Бердяев, как сам по себе, он, знаете, чем интересен? Бердяев, у него очень можно найти много замечательных высказываний, афоризмов, хотя бы блестящих просто, вы знаете? Но вы у него не найдёте никакого порядка. Вот сейчас вот он пишет, ну, читаете, так, ладно, проходит 3-4-5 страниц, так, простите, что-то он пишет точно наоборот. Он какой-то, знаете ли, афористичный у него стиль. Вот. И этот, этот стиль ему подчас препобеждал само его мышление. У него нет понимания православия, но много, вы слышите, у него много интереснейших и правильных кратк-коротких таких высказываний и идей. В частности, у него, например, очень хорошая книга о Хомякове. Так она и называется, Алексей Степанович Хомяков. Очень хорошая книга, очень такой объективный даётся анализ и оценка его творчества. Вот. Ну, а в отношении вот этого его суждения о том, что такое может иметь место, когда люди себя ставят над всей иерархией и кем угодно, то здесь это ничего не нового, то, что он говорит. Это, увы, очень часто встречается, и, по-моему, всем и так понятно, что это стоит. Что это стоит?